так добрый день дорогие туб зрители сегодня мы поговорим о теме в полотною сравним два конкурента это будет нас iphone и его прямой qr компания samsung давайте начнем дешевых вот допустим за 60 все берем и не берем всякий алиэкспресс малек берем официальную розницу то что у нас есть магазина сразу так давайте смотреть а 70 а это 62 на поближе ну давайте возьмем вот два примера и давайте начнем сравнивать тут 72 тысячи рублей ну и здесь практически тоже 70 тысяч рублей начнем сравнивать в принципе во первых давайте сразу обговоримся что iphone это предыдущая модель то есть модель выше шара не чем galaxy здесь с 20 он то есть как бы она сама по факту должна быть дешевле ну мы знаем что айфон они все но дорогие но по факту короче должна быть дешевле модель и так начнем начнем с айфона начнем с айфона одна сим-карта плюс есть им это и сейчас я как-то попробую более адстрагироваться абстрагироваться от всех критиков сторону айфона и просто их тупо сравнить то есть первым давайте сразу одна сим-карта ну тут 256 гигабайт в принципе да здесь как таково флешки не нужны здесь две сим-карты но можно либо комбинировать то есть либо ставить две сим-карты либо сим-карту флешку кто здесь есть им непонятно когда есть и мы это будут у нас то есть сейчас на данный момент вот это вот комбинация две симки либо симка и флешка она как-то более актуально и объясню почему потому что это относится к плюсу самсунга потому что самсунг пишет 8к видео и для этого нужно очень много памяти если 4к там буквально минуты весит где-то там около 100 чем-то мегабайт какой даже больше на около 200 мегабайт туда 8к тем более далее идем и вот тут таки вот тут кида смотрите но чисто то есть galaxy s 20 плюс динамик amoled экран у айфона айпиес давайте сразу будем точными айпиес это старая моральная устаревшая технология которая в производстве дешевая то есть много на нее затрат не надо она много есть ну то есть много есть электричество батареи то есть по сути здесь же динамик amoled всем знаем что amoled менее то есть более энергоэффективный то есть он более менее затратный по энергоэффективности описан более прожорливый в энергии еще если amoled поставь черную тему то вообще можно будет очень долго очень долго держать смартфон но так как здесь экран меньше здесь экран больше то есть здесь если поставить такой же экран как как и в самсунге 67 том просто до хренища будет жрать почему почему apple поставил свои 11 просто айфоны именно с маленькой диагональю поставили без экран потому что они знали что жрать он будет и без будет много и батарея у них будет дохнуть далее идем смотрите за одну и ту же цену разрешение дисплея 1792 на 828 у моего брата есть телефон в него ю 11 то есть это вообще кит ну китай понятно да но там ведь разрешение практически такое же ну там чуть-чуть там по моему 1300 на 700 чем-то ну близко то есть вы чувствует разницу телефон за 70 тысяч за 72 тысяч телефон за 8000 примерно разрешение одно и то же сразу возьмем samsung 3200 короче это 3к или 2к с половиной и вот тут можно сказать зачем такое большое разрешение если все равно даже на айфоне там не будет не будет не видно этих точек ну если как вариант один из вариантов это вяр очки то есть в iphone в galaxy можно поменять разрешение одеть вяр очки там будет все гуд но если вы хотите там вяр очках ну как варианты конечно бред использовать iphone то у вас ничего не получится во первых даже число пикселей на дюк на самсуга 525 у айфона 326 то есть даже вот я по опыту мой брат у меня брат купил iphone 11 и я взял его экран после своего самсунга galaxy s20 плюс и такую боги этот экран я прям смотрел и я прям понимал что это такое убожество такое вот именно в качестве экрана в качестве прорисовки ну днище а хотя я свой телефон купил за за 37000 у него что по скидке обратку пив за 65 тысяч юли вытащ горел глаз 6 и опять же идем да тут непонятно какой-то минеральное стекло в айфоне фон даже написано даже city link пишет это смартфон с монобровью монобровь это такая технология которая была в 2018 году когда айфон вышел там 10 его начали все копировать потом только самсунг это единственный наверное только самсунг это единственный бренд который ни разу в своих телефонах не использовал на бровь ни разу каплю вырез до использовал но ни разу он не использовал на бровь то есть это уже старый дизайн 2017 года если сейчас уже появились коммерческие образцы телефона где фронталка спрятан под экран то айфон до сих пор 2020 году использует свою челку и вы скажете да челка это безопасность там фейс айди вот это вот ребята на моем канале есть видео где я взял телефон своего брата где его было лицо зафиксировано то есть он был владельцем и я смог разблокировать то есть глюк в чем был то есть я сначала взял разблокирую горты ты типа ты чё он тебя без файса йога рассказал что свои сойди он потом его перенастроил он некоторое время после моего лица не мог лицо владельца определить он глючил потом он перенастроил он перестал на меня работать я его выключил блок поставил он приезжал 10 минут я телефон беру подымаю включая он снова работает то есть это вообще залупа полнейший по сути если человек много очень на ваш похож то он просто сможет разблокировать отпечаток пальца как бы брат не пробовал все равно не получается у меня у samsung galaxy s20 пчатка пальцем кране он не смог его разблокировать вот вам их фейс айди и еще указано на сайте apple что могут разблокировать ваш телефон близнецы очень похожие на вас люди и там какие-то дети то есть тут пока полный фарш и стране самсунга и 120 герц частота обновления но это может быть и минусом потому что 120 герц очень хорошо хорошо высаживает батарею то есть с этой частотой но плавность движения просто шикарно этот как играть как ты играешь на 30 fps а потом сядешь игру за 60 fps вот такая разница в айфоне же нет в айфоне просто плавно то есть сама операционка плавный но после 120 герц уже не кажется и давайте переходим вот здесь уже к техническим и вот тут огромный минус у samsung а это собственный но есть к но есть модели то есть это минус от именно наши розницы то что этот x нас 990 который стоит самсунге ну он такое себе знаете он вообще не конкурент от apple a3 байоник то есть apple a3 байоник лучше чем этот exynos но есть версия на snapdragon но в россии они не продаются 8 гигабайт оперативной памяти здесь же 4 гигабайта на айфоне но то есть вы скажете да на самсунге два раза больше и удержать он памяти будет больше прошли не но дело в том что у айфона свой способ архивации оперативной памяти то есть если айфону хватает 4 гига там держать энное количество для андроида нужно 8 или 6 гигабайт и встроенный памяти 256 на самсунгу можно конечно разориться вот до терабайта можно вставить флешку тут вот немного плюс камер поэт пойдем по камеру основной камер 12 мегапикселей одна камера основная камера 64 мегапикселя на самсунге 64 но такое чувство как будто то ли линзы не тот то ли аппаратная часть не справляется с этим линзами ну есть какие-то размытие по краям вот иногда фоткаешь и какие-то размытие по краям но между двенадцатими вторая основная камера то есть там можно переключаться между 12 сейчас чем и пить и вот в чем скажу 64 мегапикселя лучше для каких-то пейзажей портретов то есть для каких-то где нет засвечек то есть все четыре мегапикселя для мечи диапазон не удержит то есть вы сфоткаете в 64 мегапикселя и будет очень ярко небо но у вас все побелеет все засветится а 12 мегапикселей хорошо фоткать людей то есть он фоткает хорошо лица разрывает задний фон ну на айфоне вот по зуму по зуму я сравнивал айфон он хуже то есть он зумишь и он вообще просто беда там небольшой зум и вот по сути да смотрите апертура основной диафрагмы в 20 айлофона в 24 по сути на самсунге должно быть лучше светосила но по факту я бы не сказал по факту если очень темно то samsung фоткает хуже чем айфон 12 но если есть какой-то свет и вот если есть какая-то я вот сравнивал и если есть какая-то тьма да вот небольшая такая то самсунг лучше фоткает у айфона прям очень дохрена шумов про очень много шуму есть еще ширик на 12 мегапикселей у айфона тоже по моему на 12 мегапикселей ширик вспышка есть светодиодный цифровой зум пятикратный у меня с пользом 30-кратный автофаскировкой там там есть запись видео 4к 4к на айфоне и 8к на самсунге фронтальной камеры 10 мегапикселей фронтальной камеры на айфоне лучше фронтальной камеры и апертура одинаковая и у самсунга широкоугольный по моему короче что 24 градусов айфона 120 дальше мультимедиа тут тут и неважно и смотрите короче iphone звучит я более глубокую то есть но более выражены низкие басы у iphone samsung по моему чутка погромче но iphone более басовите и так скажу вот тут разъем для подключения наушников lightning старая морально устарев технология очень старая а у самсунга type-c более новые короче у самсунга лучше явно вайфай и там и там но вайфай почему-то здесь один а здесь б ну какие-то видим у них свои там заморочек bluetooth есть и там там 5 и 0 в страды моего нас модуль nfc а у самсунга модуль глонасс байду галилео и все но понятно да за кем здесь преимущество арендация автоматическая есть распространение сканер подэкранный разбуклевка по лицу датчик освещения аксилометр датчик приближения прочие датчики фэйс один барометр гироскоп защита от пыль и влаги есть особенности пенажиры все фигня . аксилометр геомагнитный датчик на самсунге датчик приближения про тебя барометр датчик холл какой то есть защита от ваги особенно супер быстрая зарядка но и так же есть они забыли здесь до большого самсунга еще айпи 68 также то есть его также может погружать супер быстрая зарядка 25 беспроводная зарядка обратно то есть но телефоном из 20 самсунга можно заряжать наоборот назад телефоны у айфона ничего подобного вообще нет емкость аккумулятора у айфона не написали у него 3150 миллиардов часть самсунга 4500 но по факту и по факту плюс-минус одно и то же время работы потому что у андроида просто более мощный железо у него 8 ядер по моему у бионика то ли 6 то ли 4 и нужно больше оперативки больше экран 120 герц и все совокупе возможно ну короче плюс-минус одно и то же и в одинаковых если сценарий все в принципе здесь на этом все то есть давайте пройдемся по айфону как и у него есть преимущества ну это и скорее всего его долголетие то есть он будет долго обновляться его может чуть-чуть небольшой преимущества айпес экран потому что он не выгорит самсунг ранее позднее если нам на два-три года его задержите он рано или поздно выгорит это же опять же софта всякого дерьма больше на ios делают ну ну и что у ну ну синхронизации с другими гаджетами apple да это тоже его плюс так скоро если кто если кто вертится в полной экосистеме для его это будет плюс а так ну что еще ну 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 256 гербайт много да ну ну хороший к хорошая запись видео то есть он хорошо ну мог дизайну господа ну ну вот 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 что это вот это ну вот это вот что вот это за убожество ну а из минусов ну про конкретные какие-то минусы дизайн две камеры ширик основная ну что еще одна сим-карта экран убогий айпес ну чё еще ну в принципе все такого особо ну все в принципе особо такого больше ничего нет теперь samsung плюс его сразу две сим-карты сразу amoled для меня это плюс сразу это разрешение сразу это большое количество точек на дюйм сразу 120 герц здесь камеры 264 12 сразу есть ширик на 12 мегапикселей и 8к видео и записи телевик то есть это не цифровое увеличение а именно а ну короче да вот это вот все что еще здесь есть тайп си я считаю тоже преимуществом то что больного технология у него есть байду глонас галилео то есть другие датчики спутники не только gps быстрая зарядка кстати в комплекте вот с этой вот за лукой идет 1 1 1 зарядник который будет ваш аккумулятор 3150 часов миллиампер заряжать часа 2 мой за samsung от 0 до 100 заряжается за час и где-то час 15 час 10 а этот с нуля будет за два часа заряжаться его дизайн во-первых да еще преимущество вот этот безрамочность это дырка в экране то есть это выглядит намного эстетичный опять же можно расширить память допустим да взял расширил там больше настроек в камере то есть можно прям там есть право режим можно прям тому шататься в этом режиме то есть ну в принципе давайте подойдем к минусам samsung а сразу самый большой минус это exynos 990 но это прям ну неудачно это даже предыдущий exynos 9825 который на но действует 9810 который на galaxy здесь по мне он был лучше низкая от этого от этого процесса исходит низкая автономность что еще ну вот я вижу единственный минус это вот все вообще все минусы этого телефона нагрев плохая автономность вытекает все из одного здесь один минус это exynos 990 из него все проблемы ну и во первых он получит максимум android 12 максимум то есть все то есть он начинал с десятки с до то есть он будет одиннадцатый 12 iphone же в отличие от него получит возможно и четырнадцатую и пятнадцатую и короче будет ну лет пять как минимум обновляться года три все пойдет к нему опять же будет легче зарядку найти тайп си то есть она как бы более распространена на более быстрая зарядка вот и теперь давайте сравним мастодонтов так скажем мы не будем брать ульту galaxy нот потому что это такой знаете более свежий смартфон и сравнивать его iphone ну это некорректно так давайте посмотрим есть ли ультра 20 только нет что по моему нам надо он только он только на 128 ну ладно тут ситуация та же самая и давайте посмотрим вот смотрите здесь уже а лет экран потому что экран большой и при таком при таком аккумуляторе четыре тысячи сто миллиампер у этого телефона с айпи есть экран просто в нули ну вы разрешено быстро короче раздражался здесь все то же самое опять же нет ну понятно 120 герц потому что старый вот смотрите число пикселей уже больше чем вы просто в одиннадцатом не было 3 от 512 гигабайт ну и стоит он 115 тысяч здесь сразу идем 128 здесь объем мерк оперативной памяти 1212 гигабайт здесь то по-прежнему 6 по-моему да как я почему в айфонах сильно не пишут непонятно основная камера 108 мегапикселей против 12 мегапикселей но скорее всего под детализацию с 10 днем порвет сам самсунг порвет айфон но но у них есть дефект оптики то есть смотрите на самсунге на 100 мегапикселей мегапикселей со фоткой то в центре будет пятно размытые то есть а по бокам будет ну короче проблемы с оптикой потому что очень большая вторая основная камера 48 мегапикселей потом 12 мегапикселей 100 кратный цифровой зум это просто пиздец что он вытворяет на самом деле там конечно качество прям говяны и говяны но упал бью как бинокль охреначь опять же 8к видеосъемка а в айфоне ну камера до добавляется 1 как я понимаю телефото добавляется остальное ну все то же самое то есть отчет за что переплачивать сколько там ну а лет да но он стоит на дорожную камеру добавил и все ну 512 ну ну хрен вот вот опять же здесь у самсунга вот если бы здесь был не x990 а snapdragon то мой выбор был бы очевиден я буду браку стопу но я так так выбрал самсунг он и стоит 84 до 100 на 20000 почти дешевле вот ну блин ну тут 12 гигабайт оперативной памяти но батарея будет здесь 5000 миллиампер часов батарея то есть здесь 4000 но опять же предупреждаю что apple будет держать дольше чем этот опять же все дело в процессоре и вот этой вот камеры 108 мегапикселей когда вы будете пользоваться просто будет хавать ее смартфон как угорелый вот но вот про макс живет дольше да ну и стоит он то есть это мы взяли максимальные версии которые доступны в магазине у нас не в интернете то есть ну я не понимаю за что здесь тут 14000 платить да ну давайте честно быть одна сим-карта ну а лет разрешение 2600 до а у самсунга 3000 ну вот даже больше пипе ай в 120 герц самсунга но это у 512 ну кому ну с другой стороны да куда их столько вот я не понимаю просто чем столько три камер 12 и все 12 мегапикселей ну чё это вообще ну за что 114 тысяч что еще есть ну и все остальное все так же как в младшей модели аккумулятор чуть побольше ну кому вот взять различие клар колоссальные да допустим между ай вот этим вот apple и в младшей версии и разрыв колоссальные то есть там улево два раза практически больше а взять samsung он всего лишь счет на 20000 больше а тут считай тут считай 12 раз гигабайт оперативной памяти больше 108 мегапикселей а там 64 мегапикселей вторая камера на 48 а там 12 мегапикселей еще одна камера то есть тут четыре камеры а там три камеры type-c аккумулятор больше то есть ну хрен его знает но я ну блин но я бы выбрал если у меня были лишние деньги я конечно так бы я выбрал самсунгу но 20 ультра но я бы выбрал конечно с 20 ультра это прям и если у меня были деньги я конечно бы купил в интернет-магазине на снэпдрэгоне радовался на покупке вот такой вот небольшой обзор да по мне это действительно два гиганта которые соревнуются но соревнуются я имею ввиду самсунг модель на снэпдрэгоне на эксинес вот то есть это два гиганта два мастодонта которому рассказать ну чуть-чуть двигают индустрии но китайцы сейчас в основном двигают ну вот такой вот небольшой был обзор спасибо за просмотр давай вася